Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Медиан Форум. Программа «Мы с Михаилом Кацином». Я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это Георгий Александрович Сатаров. В прошлом помощник, советник первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Президент фонда Индем. И, конечно, я также рекомендую подписаться и посмотреть YouTube-канал Георгия Александровича Сатарова. Очень интересные, очень интересные лекции, очень содержательные лекции, анонс интересных школ, которыми занимается Георгий Александрович, прикладных школ, аналитических. В общем, заходите на YouTube-канал Георгия Александровича, подписывайтесь, я думаю, что вам будет интересно. А с Георгием Александровичем Сатаровым мы будем сегодня обсуждать новейшую историю России, становление вот той авторитарной модели власти, которая сложилась за время правления Владимира Путина. И, собственно, мы поговорим также о том голосовании, которое никак нельзя назвать выборами, которое началось сегодня в карикатурную Государственную Думу, которая продлится три дня, и уже там есть очень много фальсификаций, но об этом и обо всем по порядку поговорим. Георгий Александрович, здравствуйте, большое спасибо, что присоединились к студии Медианформ. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Георгий Александрович, вы были советником и помощником Бориса Николаевича Ельцина вот, можно сказать, в первый период его президентства, так? То есть вы ушли с должности помощника Бориса Николаевича Ельцина фактически после выборов 96-го года. И во многом мне кажется, что выборы 96-го года изменили траекторию политического развития России. Если, например, до 96-го года вот было две группы, которые соревновались между собой, которые как бы соревновались, апеллировали к вниманию Ельцина, это вот ваша группа, куда входила и Людмила Пихоя, другие, демократы, либералы, люди настроенные, скажем так, прозападно, вторая группа, это были силовики, Коржаков, Барсуков, то после 96-го года все-таки окружение Ельцина полностью поменялось, и туда уже вошли те, которые мы хорошо знаем, это Чубайс, это вот там представители разных, скажем, олигархических кланов и так далее, и так далее. Я хотел бы с вами поговорить о 96-м годе. Вот как вы считаете, вот с высоты прожитых лет было бы правильно с точки зрения развития политической ситуации в России, если бы тогда Ельцин проиграл и уступил Зюганову? Ну, была такая теория в начале нулевых о том, что вот как было бы здорово, если бы Ельцин проиграл, тогда все основные трудности пришлись бы как раз на коммунистов и как бы закрутилась демократическая машинка. Я сам думал даже на эту тему и размышлял примерно в таком духе. Представим себе ночь подведения итогов во время второго тура, и видно уже, что побеждает Зюганов. Ему звонит Березовский из домоприемов Лаговаза, просит подъехать, его хотят поздравить, он туда подъезжает, там сидит вся в полном составе семибанкирщина. А я напомню, что российские олигархи практиковали класть яиц во все корзины, в том числе и коммунистов всегда тут тоже спонсировали. И вот они ему говорят, вот мы вас поздравляем, но вы должны учесть, что вот есть вот такой коридор для вас, вот в рамках этого коридора вы, пожалуйста, реализуете свою программу, но ни влево, ни вправо выходить нельзя. И, в общем, все этим ограничится. Я сначала для себя сформировал такой сценарий, а потом понял, что это мало реально, потому что ведь главное в победе коммунистов было бы то, что у них есть серьезный ядерный электорат. Этот ядерный электорат жил только одной идеей – назад. Скорей назад. Поэтому никаких коридоров бы не было. И не было бы последующих выборов. А был бы жесткий поворот назад. Вот это самый вероятный сценарий. Если размышлять более-менее здраво. Вот. Поэтому победил тот, кто победил. Победил он довольно честно, и все там измышления довольно банальны. И обычно вот эти измышления про 96-й год – это проекция нынешних реалий на 90-е годы. А я напомню, что в 90-е годы не было вертикали избиркомов. Избиркомы контролировались, но они контролировались региональными властями. Из Кремля никто избиркомы не контролировал. Я вспоминаю тот же 96-й год. Тогда у нас Чубайс был руководителем администрации. Это был конец года, осень 96-го. Это было время большого числа первых выборов у губернаторов. Это к вопросу о тенденциях. Значит, автократ Ельцин решил, что губернаторов надо тоже избирать. Вот. И каждый понедельник на планерке Чубайс... У нас, естественно, были, так сказать, свои представления о желательном победителе в регионе на губернаторских выборах. Но это никак не влияло на конечный результат. И практически каждый понедельник он начинал словами, «Ну, как мы будем выдавать наше очередное поражение за нашу победу?» Вот. Хотя битвы никакой не было. Поражение было чисто символическое. Ну, как бы было известно, кто есть желательный кандидат для администрации президента. Он проигрывал. Ну, и отсюда такие слова. Вот. Поэтому это все бред собачий. Это были более-менее нормальные выборы. Ну, в пределах таких же, как выборы 99-го года, 93-го. Я бы даже сказал, что 91-го. Конечно, к тому времени освоили более... На местах освоили более серьезные технологии. Но, чтобы было понятно, я закончил на эту тему. Одним из моих главных проектов во время выборов 96-го года было, ну, как... Один из главных. Как член избирательного штаба. Это противодействие мухляжу коммунистов в красном поясе. И нам удалось кое-что в этом направлении сделать. Вот. Вот это было актуально. Потому что там было много сторонников. Зюганово. Особенно в деревнях. Особенно там, где никогда не видели наблюдателей. Вот ровно этому и прекратили. Георгий Александрович. Готовили наблюдателей и направили туда. Вот. Вот какая это была история. Поэтому в этот момент не было никакого сворачивания. Не было никакого сворачивания. И в момент... После выборов я напомню понятие правительства молодых реформаторов, куда входил в том числе Борис Немцов. Кириенко тогда не был. Еще нынешним Кириенко, как вы догадываетесь. Вот. Так что это преувеличение. И вообще вопрос по существу поставлен таким образом, что все сводится к тому, кто сидит в Кремле. Или в правительстве, или еще где-нибудь. А на самом деле проблемы гораздо сложнее. Георгий Александрович, я хотел бы, пока мы далеко не ушли, задать вам следующий вопрос. Вот в 93-м году, после разгона Верховного Совета, после проведения конституционной реформы, когда прошли первые выборы в Государственную Думу, Ельцин, по сути, не поддерживал партию Гайдара, демократический выбор России. Эта партия, в принципе, состояла из демократически ориентированных политиков в то время. И она по своему составу отличалась от партии «Наш Дом Россия», которая, как бы считалась правящей уже на выборах 95-го года. Как вы считаете, была ли ошибка Ельцина, что он в 93-м году, в декабре 93-го года, публично не позиционировал партию «Демократический выбор России» как пропрезидентскую партию? Это бы и дало голосов, это бы дало стойкое большинство этой партии, и, возможно, бы история России сложилась бы по-другому. И в 96-м году Ельцин подошел бы со своими теми союзниками, с которыми он начинал в 91-м году. Ну, я напомню, у нас есть немножко аберрация памяти и даже аберрация зрения, потому что и тогда как-то на это странно смотрели, что большинство вообще-то получило партия Гайдара в Думе. Жириновский был на втором месте. Знаете почему? Потому что он в регионах... А, да. Одномандартники. Да. А как раз партия Гайдара выбор России набрал очень прилично по округам. Они и заняли второе место по списку. А Ельцин не мог поддержать партию Гайдара, потому что тогда что бы ему сказал его соратник Шахрай, который возглавлял другую демократическую партию? Пресс, по-моему, да, если не ошибаюсь? Пресс, да. Партия Российского Единства и Согласия. Так, как кажется, расшифровывалось. Вот. И Травкин обиделся, который тоже, в общем, возглавлял неоппозиционную партию. Поэтому там все было гораздо сложнее. Это первое. Второе. Ельцин все-таки себя старался позиционировать как президента всех россиян. Я не считаю, что это было очень точно. Но и наконец было еще две проблемы. Одна из них является моей бедой, болью и так далее. Значит, дело в том, что я был все это время, 92-93 год, я был категорическим противником пропорциональной системы. Ну, по той простой причине, что я был слегка образован, и я знал, что в ситуации, когда не сформирована партийная система, устойчивая, пропорциональная система не реализует своих преимуществ и работает против формирования устойчивой партийной системы. И я кричал во весь голос. Вот. Но осенью 93-го года я отпросил своего президента некую командировку, довольно длительную, такую, по Европе, потому что США, и отсутствовал в Москве. А в это время в администрацию президента из Думы принесли этот закон о смешанной партийной системе. Батурин передал своему референту Краснову, который потом занял его место. Краснов сказал, что все грамотно написано, и они отправили это президенту для того, чтобы он это указом запустил. Если бы я был на месте, то Батурин сначала бы передал этот проект мне, и я бы сказал, ни в коем случае, вы что, ребята, это гибель. Вот. Это первая проблема. И в результате у нас появилось там минимум три демократические партии, еще там пара центристских, еще пара левых. Вот. А второе, это, конечно, колоссальная ошибка пропагандистская, когда непосредственно, так сказать, последний день агитации по телевидению показали антижириновский фильм. Такой откровенный, да, вот, за кого не нужно точно голосовать. Ну, и как часто бывают такие моменты, что вы пудрите нам мозги. Мы, вообще-то, у нас своя голова на плечах. Это свойственно избирателям, как ни странно. Они не такое уж мыдло, как об этом обычно думают. вот, и они назло проголосовали, дали лишние голоса Жириновскому. Это тоже была ошибка, абсолютно. Георгий Александрович, Георгий Александрович, а вас не удивило, что значимое количество россиян проголосовали за политическую партию, которая возглавляла, возглавляет ставленник Комитета государственной безопасности, господин Жириновский. Собственно, это ни для кого не новость, об этом писал еще Александр Николаевич Яковлев в своих мемуарах, где он конкретно ссылается на разговоры и на то, что партия Жириновского возникла как партия из недр КГБ. Вот вас не удивило на волне демократизации столько голосов за партию ЛДПР? Послушайте, ну, давайте немножко синхронически мыслить. Если бы мы с вами могли путешествовать в машине времени и из нашего 21-го года, это значит почти 30 лет спустя, приехать туда, выступить заранее там перед всеми этими делами, перед избирателями и сказать, что, ребята, вот, пожалуйста, у вас свидетельство значит их принадлежности там чекистскому проекту или там проекту Старой площади, я не думаю, что он чисто чекистский, вот, то может быть это еще было разумно, но тогда, извините, ни вы об этом не знали. И даже я об этом не знал. Я начал догадываться об этом только гораздо позже, когда я увидел ее создание, когда я увидел их программу партии. Дело в том, что эти идиоты, которые реализовывали этот проект со стороны власти, они издали эту программу в первой образцовой типографии. Это в той самой типографии, в которой печатали все программы КПСС, Речи Брежнева и так далее, и так далее. Тем же шрифтом, в том же оформлении, на такой же бумаге издана программа Жириновского. Вот, в общем, можно было тогда задуматься, но, ей Богу, там хватало и других мыслей. Георгий Александрович, и вот завершая этот период, у меня еще будет к вам следующий вопрос. В 96-м году, да, несмотря на то, что не было вертикали избирательной комиссии, был так называемый красный пояс из территории губернаторов, которые были против Ельцина, тем не менее, три главных кнопки телевидения, они были, ну, две отданы крупным олигархам, а третья, государственная, она тоже работала на Ельцина, и тогда, конечно, был неравный доступ СМИ, была такая контрпропаганда против господина Зюганова. А вот не считаете ли вы, что вот тогда была заложена, собственно, традиция и понимание администрации президента России, что СМИ и журналисты не продаются, что СМИ и журналистов можно использовать как пропагандистский ресурс. И еще один момент, не считаете ли вы ошибкой, что перед выборами были проведены залоговые аукционы, и в том числе, вот были отданы ключевые кнопки и частоты, в частности, вот компания ОРТ была отдана в кураторство, фактически, Борису Березовскому, который ей управлял вплоть до 99-го года, кстати, не обладая контрольным пакетом, а имея только миноритарный пакет в этой компании? Абсолютно не думаю, по одной простой причине, что, когда знаешь, это немножко облегчает мыслительный процесс. Ну, например, такой замечательный эпизод. Александр Яковлевич Лившиц, помощник президента по экономическим вопросам, позже, когда он уже ушел из администрации, и в том числе его приглашали на телевидение вести эту передачу, он как-то выдвинул, провозгласил такой мем, что политическая система из, значит, России состоит из трех партий. Партия первого канала, партия второго канала и партия НТВ. А, еще партия, конечно, третьего канала, да? Вот. Поэтому, во-первых, эти все три канала были диверсифицированы. Ну, например, а если уж говорить, залоговые аукционы это 95-й год, в 95-м году НТВ начало, я подчеркиваю, в 95-м, начало бешеную кампанию против президента. Вот. И я вынужден был позвонить к ним туда и сказать, чтобы они вычеркнули мои телефоны. Это было совершенно немотивировано и в наглое. И они, в общем, в основном больше всего работали с Явлинским, не с президентом. это первое. Второе. Журналистов никто не покупал в 96-м году. Главную помощь оказала НТВ, которое было абсолютно анти-Ельцинским. Они пришли и предложили свою помощь. И делегировали туда в том числе Малошенко, Зверева и так далее, лучших своих, так сказать, профессионалов. Вплоть до того, что Ельцин потом хотел Малошенко ставить на пост руководителя администрации, но Малошенко отказался. Так что это была борьба журналистов за свои интересы, за свободу слова. Они знали, как относятся к ним и к свободе слова Ельцин. Я могу об этом много рассказать. Хватит на целую передачу. И понимали, что может быть, если победят коммунисты. Простите, но с другой стороны, мы помним 1997 год, вот это дело связи инвеста, которое как бы формально правительство Чубайса, то есть правительство Черномырдина, в котором входил Чубайс, Немцов, но оно было абсолютно право. Необходимо было проводить честно аукцион. Но договоренности были другие, и тут вступили олигархи, телеканалы ОРТ, тогдашние телеканалы НТВ. Они начали отопить правительство олигархов тоже по заказным фактически темникам, как у нас говорят в Украине. Абсолютно правильно, но они начали отопить по абсолютно другой причине, потому что собственно замысел молодых реформаторов, которые это все организовали, состоял в том, что никаких частных договоренностей больше не существует, что действует только закон. И вот это оказалось достаточным основанием, чтобы устраивать на них атаку. Но это же делали журналисты. Я напомню, что это делали те же самые журналисты, которых, как по вашей теории, покупал Ельцин в 1996 году. Ну, как-то надо сводить концы с концами. Немножице сущностей это противоречит принципу Бритвы Акама. Так что там они были, еще раз, они были свободны в своем выборе и в 1996 году, и в 1997 году. И администрация президента этой атаке ничего не могла противопоставить. И Ельцин, как вы знаете, вынужден был отправить Чубайса в отставку и так далее. В общем, делать некие перестановки. Георгий Александрович, вот в 1997 году Борис Ефимович Немцов, к сожалению, покойный, он предупреждал о том, что в России складывается олигархический режим и это может привести к появлению жесткой диктатуры, ну, собственно, что и произошло, может быть, не жесткой диктатуры, но такого жесткого автократического режима Путина. А вы, вот тогда, в конце 90-х годов, исходя из экономической и политической ситуации, которая складывалась, могли предположить, что следующим после Путина станет президент, который просидит следующие 22 года у власти? Следующим после Ельцина? После Ельцина, да, после Ельцина. Нет, конечно, я не мог этого предположить, это бесспорно, хотя, ну, природа, так сказать, преемника Ельцина Путина мне была ясна с самого начала. Тут у меня никаких обольщений не было, но то, что это превратится в абсолютно такой бандитский криминальный режим, мне, конечно, такое не могло прийти в голову, в принципе. Вот. Это первое. Что касается слов Бориса Фимовича, конечно, он имел в виду, собственно, эту историю о том, что вот эти олигархи, которые контролируют главные телеканалы, они и, собственно, добились того, что хотели, и это было, во-первых, лично абсолютно неприятно и неприемлемо, во-вторых, это вызывало, конечно, опасения относительно их всемогущества, опасения, как мы выяснили, довольно оправданные, но неприменительны к этим олигархам. Георгий Александрович, у нас до перерыва остается буквально полтора минуты, если можно на следующий вопрос ответить. Как вы считаете, была ли ошибка, стала ли ошибкой непроведение люстрации, по примеру, прибалтийских государств, можно ли было проводить люстрацию вот в России 90-х годов? Нет, нереально, абсолютно. Я помню, я попробую быстро рассказать, 92-й год, встреча Ельцина с демократической общественностью, Ельцин выходит на сцену, один стоит стул, ему пока стул не нужен, он еще молодой, крепкий, в зале скандирует люстрация, люстрация, Ельцин улыбается и показывает на себя. Конечно, пожалуйста, люстрация, но начинать надо с меня, я кандидат в члены политбюро. в Советском Союзе совершенно раздерганном и в элитах, и в населении по отношению к реформам, с таким проникновением партии КПСС во все поры жизни, это было абсолютно нереально. Георгий Александрович, и вот закольцовая дискуссия по 90-м годам, мне приходилось считать сведения о том, что когда к Егору Гайдару подходили какие-то генералы с рекомендациями оккупировать, аннексировать украинский Крым, Гайдар ну, просто давал разворот-поворот этим генералам, и он предупреждал об опасности для России этого сценария. А вот насколько вот правительство Гайдара вот относилось как раз режиссер показывает, что нужно выходить из эфира, я закончу вопрос, а вот после перерыва оставайтесь с нами, Георгий Александрович, уважаемые зрители, через несколько минут мы вернемся в студию. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова